Суббота, 8.30 утра. Евгений Гордонов решил не тратить выходной впустую, а заняться своим здоровьем. Виденный день диспансеризации это как раз кстати. Он убежден, чем раньше узнаешь о состоянии своего организма, тем меньше средств и сил потратишь на его восстановление. Именно поэтому Евгений Наумович проходит диспансеризацию уже в третий раз, причем вместе со своей супругой. Она у меня руководит здоровьем моим. Я говорю, любишь ты врачей, любишь ты врачей. Я говорю, у меня когда болит, тогда я пойду или к зубам, или еще куда-то. Она говорит, бесплатно, значит надо идти. Все, время много не потеряем. Всех быстро врачей пройдем. Для прохождения диспансеризации с собой необходимо взять паспорт, полис и заполнить анкету на наличие заболеваний. Медицинский осмотр проводится в два этапа. На первом консультация терапевта и сдача необходимых анализов. Это забор крови, общий анализ крови, анализ крови на сахар и холестерин. Далее это по возрастным категориям также измерение внутриклазного давления. Всем пациентам проводится измерение артериального давления, измерение роста и массы тела пациента и с расчетом индекса массы тела на определение недостаточности или избытка массы тела. Результаты анализов можно узнать в тот же день. Далее все пациенты направляются на ЭКГ и флюорографию. Женщины посещают гинеколога, а тем, кому за 40, делают маммографию. Обязательно и ультразвуковое исследование. Диспансеризацию проходят пациенты, достигшие 18 лет. И делать они должны это каждые три года, а те, кому исполнилось 40, ежегодно. Все, кто прошел обследование, получают заключение и дальнейшие рекомендации врача. Если на первом этапе выявляются отклонения по результатам обследования, то пациент направляется далее к участковому терапевту на второй этап диспансеризации. В единый день диспансеризации пройти обследование можно в любой поликлинике Подмосковья, в том числе у своего участкового терапевта. Следующая диспансеризация запланирована на 12 октября. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова, телекомпания Одинцова.